МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Максим Козлов. Для всех, кто заботится о жизни и здоровье своих близких и остается дома, я и мои коллеги расскажем о новостях Ленинского городского округа. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. В деревне Дыдылдина в нынешнем году наконец-то появится пешеходная дорожка вдоль проезжей части. Это вопрос был вынесен на заседание, и было принято решение о выделении средств на то, чтобы сделать здесь пешеходную дорожку. Проект под названием «Один за всех и все за одного» стартовал в Ленинском городском округе. Включаются люди потихонечку, да, мы не импульс даем, для того, чтобы другие коммерсанты подключались. Сотрудники Центральной районы библиотеки онлайн проводят лекции и мастер-классы и советуют, что почитать. Ежедневно мы выкладываем в наши соцсети достаточно разнообразные ролики. В деревне Дыдылдина никогда не было пешеходной дорожки. Жители не раз просили власти муниципалитета посодействовать в вопросе создания тротуара, но шли годы, а пешеходам приходилось, несмотря на опасность, двигаться вдоль проезжей части. Теперь Совет депутатов вынес решение пешеходной дорожки быть. Продолжит тему Татьяна Брылова. Вот так жители Дыдылдина многие годы ходят прям вдоль дороги, потому как нет пешеходной дорожки. И это очень опасно. Писались письма, устраивались собрания, но на мольбы жителей никто долгое время не обращал внимания. И вот, наконец, этот вопрос оказался на повестке дня Совета депутатов. В Совет депутатов Ленинского городского округа обратились жители деревни Дыдылдина с просьбой о том, чтобы сделать им пешеходную дорожку. И действительно, этот вопрос не раз поднимался. И отрадно, что этот вопрос был вынесен на заседание и было принято решение о выделении средств на то, чтобы сделать здесь пешеходную дорожку. Дорога в Дыдылдина извилистая и не очень широкая. Всего две полосы. Но этого вполне достаточно. Загруженность ее не особо высока. В прошлом году был разработан проект, по которому будет отремонтировано дорожное полотно, плюс добавится пешеходная зона. Тротуар пройдет по разным сторонам дороги, поскольку в некоторых частях под предполагаемым местом устройства тротуара проходят достаточно серьезные сети. и газ, и электричество высокой мощности, высокого напряжения. Поэтому проектировщики учли эти моменты и развели тротуар таким образом, чтобы он не мешал прохождению сетей. Планируется создать несколько пешеходных переходов, которые будут оборудованы разметкой и соответствующими знаками. Вдоль дороги уже сделано уличное освещение, поэтому по окончании ремонта она будет соответствовать всем необходимым требованиям. Финансирует работы муниципалитет. Из бюджета было выделено порядка 19 миллионов рублей. Жители очень ждут появления обновленной дороги. По договору заключенному с подрядчиком, который ведет эти работы, окончание 20 июня. Общая протяженность отремонтированной дороги составит около полутора километров. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. По постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе действует масочный режим. Вместе с тем населению оказываются меры поддержки. Какие, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Подмосковье продолжает действовать масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева были закуплены медицинские маски, а их распространением занимаются активисты молодой гвардии. Уже на протяжении недели активисты молодой гвардии «Единой России» помогают упаковывать комплекты медицинских масок от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева для того, чтобы передавать жителям нашего муниципалитета, чтобы они могли защитить себя и своих близких и предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В набор входят две маски и информация от губернатора. Уже было реализовано около трех тысяч таких комплектов. Для нас это очень важная и ответственная работа. Главная наша задача – это сохранить здоровье наших жителей. Ребят в их деле поддерживают старшие товарищи – депутаты Ленинского городского округа. «Если есть необходимость покупать продукты или когда работают в сфере, где непрерывное производство, максимально себя защищать средствами защиты, масками, перчатками, обрабатывать руки, мыть руки. Это очень важно». Раздача масок населению происходит на территории всего муниципалитета в местах скопления людей. В частности, у крупных продуктовых магазинов, куда сейчас можно заходить только в средства защиты. Жители с благодарностью принимают такую помощь. «К сожалению, не все люди осознанно подходят к этому вопросу. И вот, ну вот, у нас, например, есть, но нам, в принципе, не помешает еще. Конечно, маски нужно носить обязательно. И спасибо за помощь». «Их надо часто менять, и я думаю, одна, там, две маски, они могут очень помочь. Спасибо». «У меня пенсия маленькая, 9600 всего лишь, поэтому для меня спасибо вам огромное, ребят, важно, правда». Раздача масок продолжится на срок действия масочного режима на территории области. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжение темы. Несмотря на то, что правительство начало реализацию программы постепенного снятия режима самоизоляции, многие люди по-прежнему остаются дома, и многим из них требуется помощь. Именно поэтому в Ленинском городском округе стартовал проект под названием «Один за всех и все за одного», инициатором которого выступил депутат Павел Русаков. Помещение, где раньше делали элементы тюнинга для автомобилей, на время превратилось в продуктовый склад. Именно здесь депутат Ленинского городского округа Павел Русаков формировал посылки для нуждающихся. «И маски. Вот такой у нас получается наборчик. Ну и теперь мы на него наклеиваем нашу фирменную наклеечку. Один за всех, друзья, и все за одного». Директор тюнингового ателье Андрей Моисеев, как и многие другие представители бизнес-сообщества, столкнулся с оттоком клиентов. А потому свои предпринимательские навыки и умение находить качественный товар по недорогой цене он решил использовать для волонтерской деятельности. «Мы сейчас решили помогать людям. Привезли самое необходимое, что на сегодняшний день не наесть это антисептики, перчатки, маски. Мы ничего не производим. Мы работаем напрямую с производителями. Все это идет из заводов, все сертифицировано». В коробках все необходимое – крупы, сахар, консервы и множество других продуктов. Всего собрано 30 таких наборов. Первую партию из 9 коробок везут по адресу улица Строительная, дом 23. Здесь дорогих гостей уже ждут. «Подключаются люди потихонечку. Мы некий импульс даем, для того, чтобы другие коммерсанты подключались. Значит, здесь основной набор продуктов питания первой необходимости, плюс средства индивидуальной защиты. Берегите себя, соблюдайте режим самоизоляции по возможности. А если есть какая-то необходимость, через Викторию мы лучше вам принесем прям марш. Проект, получивший название «Один за всех и все за одного», организован по инициативе депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Павла Русакова. В сборе информации о тех людях, которые нуждаются в помощи, активно помогали местные жители. «У нас был составлен список по действительно нуждающимся, которые оказались в очень трудной ситуации. Павел Александр считал, что еще будет, возможно, какой-то дополнительный список и какая-то помощь. Но пока будем интересоваться у жильцов, есть ли будут у них какие-то инициативы. Конечно, будем обращаться еще за поддержкой». Еще одну коробку доставили Нине Александровне Каниной. 98-летняя пенсионерка не скрывала радости. «Звоните, скажите, если что-то надо, я приду, всегда помогу». «Хорошо, я рада». «Договорились, всего вам хорошего, не болейте, соблюдайте режим самоизоляции». Депутат признается, что идея сделать собственный проект помощи нуждающимся пришла к нему, когда он в качестве волонтера помогал доставлять губернаторские наборы. «Я запросил у общественной палаты, у волонтерского штаба список продуктов, которые входят в этот набор. И на основании этого пришла идея, посоветовавшись с коллегами, с коммерсантами, кто готов был поучаствовать. Мы приняли решение поучаствовать в этом. Основная база личных средств, это я свои вложил, а частично помогали коммерсанты. Но они не только помогали средствами, кто-то помогал средствами индивидуальной защиты, кто-то покупал, например, как видная нет-компания, руководитель. Он деньги просто давал на лекарства людям, которые попали в очень сложную ситуацию, потому что реально мы оказались в сложной ситуации. И ему огромная благодарность и вообще всем, кто участвует в этой акции». Очередная партия продуктовых наборов будет подготовлена в ближайшее время. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. С началом режима самоизоляции все учреждения культуры перешли в онлайн-режим. Музеи проводят виртуальные выставки, театры показывают видеоспектакли. А сотрудники Центральной районной библиотеки советуют, что почитать. Об этом и многих других проектах в нашем сюжете. Обычно в Центральной районной библиотеке полно людей. Здесь проводятся выставки, концерты и театральные представления. В настоящее время работать в штатном режиме невозможно. Пока все остаются дома, сотрудники библиотеки реализуют свои проекты онлайн. «Ежедневно мы выкладываем в наши соцсети достаточно разнообразные ролики. Эти ролики собраны в рубрике. Рубрики специально мы придумали отдельно. Они совершенно разные. Есть развлекательные, есть познавательные». Всего в данный момент в социальных сетях можно найти около семи различных рубрик. Одна из них – «Прочитай». Из названия легко догадаться. В роликах сотрудники библиотеки рассказывают о художественной и научно-популярной литературе. А также делают обзор последних выпусков различных журналов. Всегда интереснее узнать, так сказать, из первых уст о какой-то книге, получить живой эмоциональный отзыв, нежели просто почитать его на каком-то сайте в интернете. «Журнал «Родина» – это главное открытие и пристрастие моё личное с этого года. Популярный исторический журнал. Его нужно читать от корки до корки. Великолепный стиль, содержание, изложение, фотографии. Прекрасно всё. Пространство «Библиоарт» существует в библиотеке и в режиме офлайн. Для гостей читают лекции о художниках, проводят мастер-классы по изобразительному искусству. Этот проект продолжает работу и в настоящее время в формате видеолекций. Одна из последних была посвящена знаменитой работе Альбрехта Дюрера. В 1514 году создана эта гравюра. И почему меланхолия? Это, как мы знаем, один из людских темпераментов. Помимо познавательных сюжетов, сотрудники библиотеки выкладывают развлекательные ролики, так называемые библиоляпы. А также призывают читателей поддерживать форму, выкладывая видео с тренировками. Я думаю, что мы будем продолжать придумывать какие-то новые рубрики для наших читателей. Пожалуйста, заходите на наши соцсети, смотрите, радуйтесь и улыбайтесь. Александра Столярова, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. Оставайтесь дома, чтобы тем самым сберечь жизнь и здоровье родных и близких. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok